Для него, для центра, безкорыстие в высочайшей степени, самозабвение, не в смысле крайнего отвлечения. Это просто отстранение от негативной стороны отвлечения, но существует позитивная сторона Божественности. И на вершине этого Кришна, Самодержец, единственное наслаждающееся. Наш Гуру Макарадж в своем знаменитом стихотворении написал, Мой низкий ум, низменный ум. Каким образом ты Вайшнав? Это название поэмы, написанной нашим Гуру Макараджем, Бхагдисиданте Сарасвати. Он пишет там, о мой низменный ум, как ты смеешь, утверждает, что ты подлинный Вайшнах. И там присутствует такая строчка. Наслаждение, удовольствие, которое мы можем найти, общаясь с представителями противоположного пола, предназначено только для Кришны, удел одного лишь Кришны и никого другого. Один джентльмен спросил, что вы имеете в виду, утверждая подобное? То, что мы утверждаем, ясно. В таком случае, каково наше положение? У нас нет положения. Это очень ясно, недвусмысленно. Никто, не наслаждающийся, кроме Кришны. Наслаждение, удел, единственная исключительно Кришна, Кришна концепция. На Вайкунхе присутствует тенденция покорности, не в такой степени, как в Кришна-ливе. Три явления. Нарайна, владыка Канак, денег, богатства, айшварии. Все богатство, энергия принадлежит Нарайне. А вся пратишта, то есть заслуга, почет принадлежат Гурадеву, Баладеву Радхарани. А наслаждение противоположным полом принадлежит Кришне. Три явления. Очень трудно, очень крепкий орешек, который непросто расколоть, понять, осознать эту истину. Затем тогда мы сумеем понять, каково наше положение, где мы, где находимся мы, кто такие мы. Если эти три явления предназначены, закреплены за этими тремя главными существами высочайшей природы, тогда каково наше положение? Наше вторичное, второстепенное положение. Мы поставщики наслаждения Кришны. И пратишта принадлежит Гурадеву. Главный капиталист, основной капиталист Гурадев, Баладев или Радхарани в изначальном положении. И мы лишь имеем дело с его собственностью. Мы подобны маленьким промышленникам. Мы берем заем у крупного промышленника и торгуем ими на рынке в рознице. Распространяя сознание Кришны, мы находимся в этом положении. Мы берем нечто у Гурадева, определенные товары и продаем их на рынке. Кришна Катха, все. Мы занимаем лишь второстепенное, вторичное подчиненное положение. Мы часть потенции, а не собственники потенции. Часть потенции. Потенция. Мы сами являемся потенцией, поэтому нет свободы наслаждаться у нас. Мы должны поставлять, обеспечивать. Владыка потенции, он наслаждается потенцией, он владыка-собственник, а мы многочисленные частицы в рамках внутри потенции. Поэтому наше положение быть объектом наслаждения, быть покорными высшему началу. Здесь сварупа означает врожденное внутреннее тождество. И если мы сумеем достичь этого измерения, то мы получим максимум блага для себя. Вот в этом суть вайшнавизма, самая суть вайшнавизма. Не наслаждающийся, но объект наслаждения. Не позитивное, но негативное начало. Не господствующая половина, но половина подчиненная. Эти широкие реалии мы должны понять. И затем мы в деталях поймем, о чем идет речь. Три явления. Оставить наслаждение и оставить отречение. Это означает безграничный океан. Оставить наслаждение и оставить отречение. Два фундаментальных положения. Эти явления мы должны избегать. И измерение служения. Возможно достичь, когда присутствует самопредание, жертвенность. Благодаря самопреданию мы можем соприкоснуться и обрести связь с этим измерением. Трудно понять, еще более трудно, тяжело следовать этому. Поверить и следовать. Но Он есть. Он там. Это возможно. Он есть, это возможно. Гегель приходит здесь нам на помощь, говорит, что Абсолют для себя. Все для Него. Это первичное, первоначальное или фундаментальное движение, и мы должны присоединиться к Нему. Я наслаждаю всем и всем сущим. Ягья означает жертвоприношение. Каждый может приносить жертву, и эта жертва предназначена для меня. Я тот, кто принимает или получает жертву. Один наш духовный брат, Бхасударх Прабху, имел обыкновение говорить саркастически. Давайте жить в гармонии. Вы будете работать, а Я буду брать. Вы будете поставлять, Вы будете готовить, а Я буду есть. Вы будете служить, а Я буду принимать служение. Давайте работать сообща. Вы будете работать, а Я буду наслаждаться. Пракрити Пуруша подобно этому. Один наслаждающийся, а другая поставщик наслаждения. Как в философии Санхья. Слепой и безногий. Когда они объединяются, у безногого есть глаза, у слепого есть ноги, члены тела. Слепой человек способен двигаться, но он не видит дорогу. Калека зрячий, но слепой несет безногого на себе, на своих плечах, подобно лошади. Один слеп, а другой зрячий, но калека. Пуруша – калека, а Пракрити – слепа. Полнота энергии, но она не может руководить, направлять. Направляющий, руководящий Пуруша – сознание. Сознание, разум – это руководитель, направляющий. А энергия – слепая энергия. Когда они объединяются, то способны двигаться, работать. Это философия Санхи. Андха – Пракрити, а Пангу – Пуруша. Андха – Пракрити, Пангу – Пуруша. Отсутствует. Пуруша – пассивен. Он обладает знанием, сознанием, но лишен энергии. Пуруша – пассивен, нечто в этом роде. Постоянен. Пуруша – пассивен. 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 Он занимает одно и то же положение. А деятельность для него осуществляет энергия. Энергия работает на него. Это концепция низшей стороны вещей. Пракрити не порождает сознание, в отличие от того, что утверждают последователи теории ископаемого, но, напротив, и то и другое находится в сознании. Нет необходимости в движении для души. Кто? Бадрина Райан. Душа? Душа пассивна, индифферентна в этом измерении наслаждения. Это другая изначальная концепция. Для души нет места в негативной стороне. Душа предназначена для позитивной стороны, но, принимая душу, Пракрити работает от ее имени. Наш гуру Мухараш приводил пример. Несовершеннолетние, менеджеры, управляющие, воспользовались несовершеннолетием подлинного собственника и управляют, и наслаждаются собственностью. Нечто в этом роде. Душа, Бадхаджива, Душа, подобно несовершеннолетнему. Поэтому душа не может контролировать этих преступников-опекунов. Она должна установить связь и тогда она вернет себе утраченные права на собственность. Положение несовершеннолетнего, Бадхаджива, падшая душа, положение падшей души, подобное этому. Несовершеннолетний собственник, беспомощный. Он ничего не делает, управляющие опекуны управляют всем, делаются, но он собственник. Душа не активна, бездеятельна, не сотрудничает, но они работают от имени души, эго. А душа словно, словно, рядом с ними. Но ее интересы, подлинные интересы, их можно преследовать благодаря другой старшей душе, благодаря связи с Параматмой, Бхагаваном. Тогда душа почувствует, она станет контролировать чувства и использовать их в служении Господу. Он для Себя. Все предназначено для Кришны, не для меня.